Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стекелинбург. Вы смотрите 460 серию. Добро пожаловать! Эта серия у нас по идее должна была быть по линии Лорочки, но в семье по линии Маркуши... Боже мой, Ива, ну я тебя просила, просила, не превращайся ты в летучую мышь. Все, больше тебя мы в гости звать не будем. Но дело в том, что в этой семье, в семье по линии Маркуши, происходят такие события, вот в связи с которыми я просто не могу сейчас все бросить и начать играть по линии Лоры, не разобравшись с этой ситуацией. Итак, в прошлой серии мне ничего странного, конечно же, не показалось, но, слава богу, есть очень внимательные зрители, которые могут увидеть то, что вообще я не знаю, как это можно рассмотреть. В прошлой серии, когда наша Вики задувала свечи, когда отмечала свой день рождения, стояла здесь, то сзади находилась Полли. И вы заметили, спасибо вам большое, вы заметили, что Полли тошнит. Это раз, и второе, Полли думала о погремушке. Дора, что ты капризничаешь? Вон с тобой Элли играют, все развлекают, а ты все равно капризная. Ну, видно вся, что в маму пошла. Такая же будешь с таким же нравом, наверное. Вот, и как бы это признак того, что в Sims 4, что Симка беременна, ее тошнит, она думает о погремушках, и, конечно же, ну, это очень странно. Я, когда прочитала эти комментарии, я просто не поверила, то есть я подумала, что это какая-то ошибка, потому что мы не давали никакого действия. Давайте, наверное, закончим вечеринку, пусть уже гости расходятся, потому что 4 часа утра, и день рождения уже как бы давно завершился у Вики, и пора всем уходить домой. Ролан уже спать хочет, так что с гостями будем прощаться, и будем разбираться с ситуацией сложившейся. Что у нас получается? Я была очень удивлена и не поверила, потому что мы не давали действия Полли и Юджину в Уху. В Уху мы им как раз таки давали действия, но зачать ребенка, естественно, действия не было. Кто это у нас такой там интересный идет в шапочке? Вот, действия зачать ребенка, естественно, я им не давала. Вот, но, тем не менее, вы это заметили, и, конечно же, я зашла в игру, чтобы посмотреть и удостовериться, что же происходит. А происходит следующее. Когда мы выбираем Полли и нажимаем на унитаз, то у нас появляется действие сделать тест на беременность. То есть, это говорит о том, что, возможно, Симка беременна. Значит, она делала действия в Уху. Ну, то есть, не в Уху, а зачать ребенка, и, возможно, она беременна. Это, конечно, шок. Ребята, я просто в шоке, потому что это никоим образом не вписывается ни в какие сюжеты. Я вообще не знаю, как это все понимать. Понимаете, посмотрите, мне кажется, у нее даже быстрее потребности падают. Давайте мы отведем ее в туалет. Давайте в этот туалет отведем, потому что, во-первых, сюда ближе. А, во-вторых, обычно мы делаем всегда тест на беременность в другом туалете. Но сегодня очень необычный случай. Я не знаю, как это произошло. То есть, у меня есть подозрения, потому что после того, как я это все поняла, я, конечно же, начала такое расследование мини-проводить, начала пересматривать предыдущие серии, начала заходить в предыдущие сохранения, чтобы выяснить, когда и каким образом это произошло. Ребята, у меня нет слов. У меня просто нет слов. Так, она бежит Юджину рассказывать. Смотрите, у нее действия. Она бежит рассказать Юджину. Я, ребята, немножко в шоке, потому что вообще, по идее, ей уже надо становиться старенькой. Я специально сегодня в прошлой серии не отмечала день рождения нашей Полли, потому что не хотела, чтобы они с Вики умерли в один день. То есть, я хотела отметить день рождения Вики, а потом через пару дней день рождения Полли. Ну, это просто, это ни в какие рамки не лезет. Во-первых, потому что у нее уже взрослая дочь. Во-вторых, потому что, ну, потому что ей уже вот-вот старенькой становиться, пожилой. Ну, поздно уже. Знаете, как есть такое выражение, всему свое время. Первого ребенка Полли родила, я согласна, очень рано. Но, как бы, нужно было второго уже, если заводить, то, ну, хотя бы немножко пораньше, когда Фиби, ну, хотя бы была только подростком, когда только стала. А Фиби у нас уже молодая. И я просто не знаю, я хочу, чтобы сейчас Юджин и Полли сели и обговорили эту ситуацию. Потому что, да, Полли сейчас счастливо-рада, с одной стороны, но, с другой стороны, они боятся, очень переживают. Потому что беременность в таком возрасте, она, как бы, протекать, мне кажется, здорово не будет. То есть, все равно должны быть какие-то осложнения, потому что она пожилая. Пожилая, видите, вот ее тошнит сильно. Ну, она еще не пожилая, но вот-вот должна таковой стать. Короче говоря, ребята, я в шоке. Как такое могло произойти? Потому что я Полли, конечно же, детей больше не планировала. Но игра распорядилась совсем по-другому, и меня она, как всегда, не слушает. И запланировала то, что захотела сама. Вот, почему я немножко расстроилась? Потому что теперь нет места для ребенка Ирис. Для вот самой Ирис... Боже, что-то вылезло у меня. И тут Фиби пришла, но, конечно же, родители не говорят, о чем они разговаривают. Они себе болтают, болтают о чем-то. И Фиби пришла им и говорит, что родители, я вот на работу сто раз собираюсь... На работу собираюсь? Да, до работы ей три часа. Вот, ну и пришла их просто пожелать им доброго утра. Спросить, что же они всю ночь не спали. Наверное, как всегда, говорит, мам, ты, наверное, как всегда, с папой протанцевала всю ночь. А я вот позанималась своими опытами и пошла спать. Но, видите, родители не особо на нее обращают внимание. Говорят, да-да, Фиби, дорогая, иди на работу. Вот, не опаздывай и занимайся своей наукой. Давайте мы Фиби покормим, чтобы она на работу не уходила голодная. Вот, а сами они у нас немножко в шоке. Я хочу, чтобы они все-таки поболтали вместе и обсудили это дело. Вот, потому что, конечно же, я думаю, что они не особо рады, потому что беременность в таком возрасте, они этого не планировали. Это получилось так вот случайно, нежданно, негаданно. Но, тем не менее, это произошло. Естественно, ребята, никакого аборта, никакого выкидыша не будет. Я вас сразу успокою, потому что было очень много комментариев. Многие просили в связи с возрастом Полли избавиться от этого ребенка, потому что... Так, ей, кстати, кушать скоро надо. Да, нужно нам сначала немножко с Юджином поговорить. Естественно, я на такое никогда не пойду. Я не рада этому ребенку, честно говорю, нет. Потому что теперь не хватает места для ребенка Ирис, и я понятия не имею, что нам делать. Но что-то будем делать. Будем либо ждать смерти Юджина, чтобы завести им ребенка. Либо я не знаю, что мы будем делать. Но, естественно, я не буду с помощью командного центра делать ее небеременной, потому что есть такое действие, если... Ну, можно нажать на симку и командным центром сделать небеременной. То есть, ну, как бы придумать, что там не смогла она выносить ребенка, что выкидыш у нее был, потому что, ну, возраст уже такой, тяжело ей. Ну, естественно, я этого делать не буду, потому что дети это счастье, и в каком бы возрасте они не давались, раз это дано игрой, пусть игра так вот зло пошутила, вот, ну... В общем, будет у нас Поли мамой второй раз. Вот такой вот сюрприз игра нам преподнесла. Так вот, как же и почему это произошло? Я после того, как узнала о том, что Поли беременна, начала пересматривать предыдущие серии и видела, что Юджин и Поли неоднократно сами по себе делали действия в уху. Вообще, такое происходит, когда у Симов очень хорошие отношения романтические, они просто сами друг к другу тянутся и без моей помощи, вот, сами просто идут и делают в уху втихаря. И были такие случаи, когда вот они в джакузи ходили просто, я им не давала действия, они сами по себе шли в джакузи и делали в уху. В общем, я вычислила по моим подсчетам, и в общем, зачатие ребенка произошло в 455 серии, не в прошлой серии, а именно в 455 на 23 минуте 22 секунде. Вот именно в это время это произошло, по моим подсчетам, потому что я пересматривала серии раз, а во-вторых, я свои сохранения, как бы, заходила и смотрела. Беременна, например, была Поли на момент 455 серии или 454, и, в общем, получается так, что именно в сохранении после 455 серии у нее появилось действие на туалете сделать тест на беременность. Так, что у нас происходит? Поли никому не говорит, об этом знает только Юджин, и это их такая маленькая, да какая маленькая, огромная тайна, о которой они просто пока не могут, ни с кем не могут этим поделиться, потому что это, конечно, шок. Во-первых, Поли не знает, как ей объяснить это дочери, давайте, кстати, сразу ее в туалет отведем, потому что беременные симки очень быстро, потребности у них падают, вот, так что пусть идет в туалет и высыпается. Вот, она не знает, как объяснить это своей дочери, во-вторых, что подумают люди, потому что, ну, я не знаю, как по жизни, ну, может быть, ей, наверное, лет уже 55, скорее всего. То есть, это, ну, уже такой срок, на котором, ну, то есть, такой возраст, в котором уже внуков давно нянчат и совсем не о детях думают. Но так получилось. То есть, они, конечно же, ребенка не планировали, но так получилось, что она забеременела, и это будет очень поздний ребенок. Сразу после родов я ее сделаю, естественно, пожилой. Вот, это будет очень поздний ребенок, и дай бог, чтобы Поли дожила до его подросткового возраста. Я очень буду на это надеяться. По моим подсчетам, давайте, я очень хочу отправиться на работу вместе с Фиби, но сегодня я просто не в состоянии этого сделать в связи с последними событиями, поэтому Фиби у нас отправляется на работу самостоятельно. Так, нам тут отчеты приходят за книжки Нейтана. Это хорошо, потому что с деньгами туго у нас. Очень, очень странно все. С одной стороны, как бы дети дают и счастье, но этого ребенка я не ждала. Я уже, наверное, скорее всего, на шестом поколении провела под шестым поколением черту. Вот, и думала, что Бернард уже наш последний ребенок из шестого поколения. Хотя, все равно, у меня такая вот надежда, возможно, у Лукаса будет еще один ребенок. Но, в любом случае, никому другому из пятого поколения детей я уже не планировала. Я думала, что шестое поколение уже родилось. Ну, или максимум, у Лукаса будет еще один ребенок. Но, как же я ошибалась. Так вот, я начала проводить такое свое мини-расследование, чтобы понять, в чем же дело. Пересмотрев серии, я нигде не увидела действия зачать ребенка. Везде было только в уху у них. Ну, по крайней мере, вот что я успела увидеть. Тогда я обратилась к моду командный центр. И тут меня осенило. Тут меня... Это все, ребята, проделки командного центра. Если вы смотрите семейку Уокер, то знаете, что я докачивала в командный центр еще дополнительные файлы. То есть, у меня был командный центр, все с ним было нормально. У меня не было единственного вот этого последнего пункта. Не было пункта в уху. В котором есть очень много настроек. Я... Это... Вот эти дополнительные файлы, чтобы... Просто командный центр состоит из кучи файлов. Тут просто... Я их уже вот эти все изучила, кроме последнего. Потому что последний мне не был нужен вообще. Он мне 300 лет не был нужен. Но он мне понадобился, потому что в семейке Уокер, вы знаете, мне нужна была беременность подростка. У нас там Дженни в подростковом возрасте забеременела. Поэтому я докачала дополнительные файлы командного центра, чтобы можно было это сделать. И установила беременность для подростков. Но я не знала, что кроме беременности для подростков, вот в этой дополнительной функции есть куча-куча разных вещей. В том числе, вот эти файлы позволяют, имеют как бы небольшой шанс, имеется, что симы просто при обычном ВУХУ могут забеременеть. Вот что получилось. То есть, делая обычное ВУХУ, есть небольшой шанс, что сим все равно забеременеет. Это, честно говоря, так немножко жизненно. Да, то есть, потому что все равно нет стопроцентных средств защиты. Но я этого не знала, и для меня это был шок. В общем, я поняла, что это проделки командного центра. С одной стороны, я виновата. Не надо было, может быть, мне делать семейке Уокеру Дженни беременную в подростковом возрасте. Короче говоря, кроме беременности подростков, вот с этими как бы файлами дополнительно скачалось много разных пунктиков. Там такие пункты есть, которые, например, позволяют романтические отношения родственникам. Потом позволяют романтические отношения между, например, подростком и взрослым, подростком и пожилым. Также эти пункты, они позволяют, ну, в командном центре. Там просто очень много разбираться. Я не хочу сейчас серию посвящать, как бы, командному центру и рассказывать, что здесь и как. Так, вот. Так, а куда у нас все пошли? Они что, спят, что ли? Боже, Вики спит. А Ролан, тебе не на работу? Нет, до работы ему 23 часа. Давайте, наверное, пойдет, пусть хоть статьей своей позанимается. Вот. Там есть, например, такой пункт, что пожилые могут быть беременными. Мне нужно было только, чтобы беременным у нас могли стать подростки. Но, в общем, кроме подростков получилось, я себе еще очень много интересного наделала. Вот. И в том числе получилась такая штука, что если Симы делают обычное в уху, неважно, сами они это делают, либо я им даю это действие, есть небольшой шанс, что Симка все равно забеременеет. И вот эта вот злая шутка, она сыграла как раз вот с нами шутку. Вот этот пунктик нехороший, он сыграл с нами шутку. Как раз вот отыгрался он на Полли, и в таком вот возрасте Полли забеременела. Если бы это случилось, я не знаю, если бы Роланд с Ирис сделали в уху, если бы даже Нейтан, черт возьми, хоть я и не собираюсь Нейтану сейчас заводить детей, если бы даже Нейтан вот с кем-то сделал в уху, и так получилось, я бы не так расстраивалась. Но это случилось именно с Полли. Вот. В ее таком глубоком возрасте, в котором уже не о детях думают, а о внуках, но тем не менее, значит, будем ждать этого ребенка, будем оберегать нашу Полли, вот, чтобы с ней было все хорошо, потому что, ну, судя по ее возрасту, беременность будет протекать тяжело, и поэтому нам нужно, ну, как бы постараться, чтобы у нее все было хорошо. Так, вообще беременным ванну принимать нельзя. Ну, это Sims, поэтому, почему бы и не принять. Ну, будем считать, что она будет принимать у нас прохладную ванну, просто во время беременности вообще в жизни горячую ванну принимать нельзя. И даже теплую не особо рекомендуется, ну, вот, 36, максимум 37 градусов. То есть, это не ванна, а такая вот тепленькая водичка, в которой, честно говоря, не очень комфортно, как по мне, мыться. Ну, в общем, это Sims, поэтому Полли принимать ванну можно, и нужно сейчас сделать все, чтобы она у нас расслаблялась и чувствовала себя хорошо. Так, что у нас будет по сюжету? Ну, по сюжету, естественно, беременность произошла случайно. Она произошла не только по сюжету, и вообще случайно, потому что я в шоке. Это все... Кстати, я все в командном центре поубирала. Ребята, не переживайте, подростки... Нет, я оставила только беременность подросткам, вот, потому что она мне и была нужна для Дженни. Вот, пожилые теперь не могут беременеть, романтических отношений между родственниками быть не может, потом, не может там быть отношений между подростками и взрослыми, и все вот эту вот остальную ерунду, которая нам добавилась с этими файлами. Я, естественно, все выбрала, пункт отключить, чтобы оно у нас не работало. Так, я не пойму, у нас еда есть? У нас дома беременная женщина, а кушать-то нечего. Ну, что ж ты за дворецкий такой? Я понимаю, что ты молодая у нас совсем. Давайте у нас Полли, так как она беременна, ей очень тяжело. Для вечеринки приготовим. Она не может находиться на кухне и готовит, поэтому она попросит приготовить еду, конечно же, нашу Кайли. Забыла, как ее зовут. Вот, чтобы, ну, чтобы самой не напрягаться, потому что ей тяжело. В общем, она должна себя беречь. Но, с другой стороны, она не знает, что теперь сказать, что сказать дочери, во-первых. Во-вторых, что сказать вообще Вике, Ролану, Нейтану, ну, как бы, семье всей. И люди, что вообще окружающие подумают, что подумают у нее на работе. Ее это очень переживает, беспокоит. И поэтому она у нас сейчас делает то, что она сделала, когда была беременная, когда она у нас была беременная Фиби. Первый раз. Она, когда была молодая совсем, она забеременела Фиби. Это был очень молодой возраст для нее. И она скрывала свою беременность, одевшись в такие вот одежды, очень балахонистые. В общем, тут был такой костюмчик, в котором непонятно, беременна Симка или нет, потому что он очень широкий, такой мешковатый и не видно живота. Поэтому она сейчас вновь найдет этот костюмчик и будет ходить в нем. Дай бог мне его сейчас быстренько найти. Наверное, все-таки поставлю игру на паузу и поищу его. Итак, я нашла. Вот он, этот костюм. В этом костюме она у нас ходила по дому, чтобы скрыть беременность от своего отца. Она не хотела, чтобы Джаред узнал о том, что она беременна и скрывала это вообще от всех. Пыталась. Ну, в итоге, конечно же, тайная стала явным. Но она, видите, как не изменяет своим традициям. Опять забеременела, опять испугалась и не зная, что делать. Знаете, как вот просто взяла и переоделась, чтобы никто не увидел. Конечно же, долго она скрывать это не сможет, но постарается сделать это вот так долго, насколько это возможно. Вот они будут с Юджином скрывать и пытаться делать так, чтобы никто об этом не узнал. Вот такой поворот сюжета. А мне вот тут писали в последнее время, что по линии Марка ничего интересного не происходит. Я не знаю, интересно это или нет, но тут происходит что-то вообще сверх... Сверх что-то ужасное и странное. Но меня это не очень радует, потому что вот больше всего я расстроилась из-за того, что нет теперь места для ребенка, для ребенка Ролана и Ирис. То есть для самой Ирис места есть, если, конечно же, у Поли не двойня. Ну, я надеюсь, что не двойня, там очень маленький шанс, что двойня. Вот, и, ну, как бы совсем все идет не так, как я хотела. Я очень надеялась, что у нас вот в скором времени уже Ирис познакомилась с Викки, что все пойдет хорошо, что скоро свадьба, Ирис переедет к нам, и что ребенок у них родится, и все будет хорошо. Вот, и, ну, места все были у меня распределены. А теперь я прекрасно понимаю, что места одного не хватает, и я не знаю, что делать. Но что-то придумаем, ребята. Конечно же, Ролан бездетным не останется. Возможно, единственное, что не так скоро он у них появится. То есть, может быть, нам придется подождать смерть Юджина, чтобы освободилось место. Вот, а может и не придется ждать, если я что-нибудь придумаю. Ну, даже не знаю, честно говоря, что здесь можно придумать. Куда бы нам Юджина или вообще кого-то другого отправить, чтобы появилось место. Так, Поля не выдержала пока Кайли приготовить, и решила покушать чипсы. Ну, подкрепись чипсами. Вот, я думаю, что не должны заподозрить ее в беременности. Ну, по крайней мере, пока очень срочно, быстро, потому что она у нас, во-первых, очень худенькая. То есть, скорее всего, живот большим у нее быть не должен. Вот, у нас вот, на удивление, Поля особо-то лишним весом и не страдает. То есть, не предполагается, что будет огромный живот. Вот, ну, просто она решила отдохнуть от каблуков. Говорит, что я уже пожилая, ноги болят. Вот, и решила походить в таком наряде. Вот, ну, будет пытаться скрывать. Посмотрим, насколько долго у нее это получится. Естественно, долго не получится. Так, нам уже нянь в гости пришел. Вот такие вот, ребята, дела. Кстати, что хочу вам сказать. Я все-таки в командном центре оставила 1% для случайной беременности после обычного ВУХУ. Не знаю, почему. Я очень не рада беременности Поля, но все равно я это сделала. Такая интересная, получается, появилась теперь в командном центре функция. От обычного ВУХУ Симы могут забеременеть. Я установила теперь 1%, потому что все-таки в жизни тоже не бывает, знаете, стопроцентных таких средств, чтобы не забеременеть. Все равно всегда вот говорят, что что такое? О-о-о-о, ее тошнит, ее тошнит. Она у нас очистить желудок бежит. Джаред интересуется, не хочу ли я к нему заглянуть. Джаред интересуется, не хочу ли я к нему. Я хочу. Давайте с Джаредом пообщаемся. В общем, Поля у нас беременная. У нее тут начинаются какие-то припадки. И приходит к ней дух отца. То ли ей это кажется. Вот Джаред сейчас очень-очень кстати. Вот ей бы сейчас как раз-таки с папой поговорить. Когда была первая беременность, она пыталась скрыть это все от Джареда. Теперь она пытается все скрыть от своей дочери. То есть первую беременность от отца скрывала, вторую беременность она пытается от дочери старшей скрыть. Вот. Так вот, что я говорила, что я оставила в командном центре. Теперь получается, я не знаю, может быть я это уберу. Посмотрим, как это все будет действовать. Теперь при, когда симы делают в уху. Они пришли у нас на тот участок, где мы дни рождения празднуем. То есть теперь получается, когда симы делают в уху, есть 1% что они, ну что симка забеременеет. То есть обычная в уху не зачать ребенка. И есть вот все-таки 1% что симка забеременеет. Я пока так сделала, потому что это, ну с одной стороны очень интересно. Это как-то жизненно. С другой стороны, процент маленький и вряд ли когда-нибудь кто-нибудь забеременеет. Это вот как вот, есть такая фишка, что в игре есть инопланетяне. Там тоже вроде бы 1% что инопланетяне могут похитить мужчину и он забеременеет. Вот, например, за всю династию у меня такого не случалось. Один раз похищали у нас, два раза, два раза было похищали. Ну, один раз похищали у нас пожилого Макса. Вот, он не забеременел, конечно же, потому что был пожилым. А второй раз забирали у нас Лили. И так как женщины беременеть не могут, тем более она тоже была пожилая, то ничего не произошло. То есть, это очень маленький шанс. Ну, посмотрим. То есть, но с другой стороны, теперь всегда делая в уху, я буду думать и переживать, а вдруг это обернется беременностью. Ну, посмотрим. Пока я, в общем, оставила 1% на то, что как бы при любом раскладе, когда симы делают в уху, у них есть один шанс забеременеть. Без действия зачать ребенка. Возможно, уберу. В общем, просто для вас такая информация, что теперь есть 1% для симки всегда забеременеть. Так, счастливый час для скряк. У Поли у нас тошнота. Ее, видите, она прям несется к унитазу. Очень тяжело ей будет, я думаю, даваться эта беременность. Кстати, я не помню, был ли у нее токсикоз и вот такие вот мучения во время беременности первой, когда она была беременная Фиби? Наверное, не было, потому что она тогда была очень молодая и полна здоровья и сил. Теперь ситуация немножко другая. Джаред в хрюшку у нас вселился. Я хочу, чтобы Поли сейчас по душам поговорила со своим отцом и, естественно, рассказала ему все. Вот теперь, потому что скрывать уже нет смысла. Вот, они уже в таком возрасте, ну, как бы, во-первых, Поли уже, да, во-вторых, ей нужно с кем-то поговорить. Она хочет поговорить с отцом, и он как раз вот пришел очень кстати. А смерть, кстати, пришла не кстати. Вот, и хочет как-то, чтобы Джаред подбодрил немножко нашу Поли. Мне кажется, что Джаред говорит Поли, что она не должна, во-первых, переживать, чтобы с ребенком все было хорошо. Во-вторых, он говорит, что дети – это счастье, неважно в каком возрасте, чтобы Поли успокоилась у нас немножко. И, в-третьих, он говорит, что ты не должна это скрывать от своей дочери. Расскажи Фибе. И, как бы, ну, Джаред говорит, что она должна тебя понять. Я знаю свою внучку, она должна понять, и все будет хорошо. Так, Джаред у нас на нервах, решил даже покушать, приготовить. Но Поли все равно не хочет пока рассказывать Фибе. Она просто не знает, как рассказать об этом своей дочери. И пока говорить об этом не собирается. Вот, ну, вот с Джаредом ей просто нужно поговорить по душам. Мне очень жалко немножко, с одной стороны, что Эйприл не пришла, потому что Эйприл сейчас тоже очень сильно бы подбодрила нашу Поли. Эйприл у нас вообще умерла очень рано. И, к сожалению, она не дожила даже до первой внучки, ну, то есть, как бы до Фиби. И она даже не дожила до свадьбы своей дочери, слишком рано умерла. А вот Джаред у нас пожил намного дольше и успел и внучку понянщить, успел. Так, у нас тут у Бернарда какие-то друзья появились. Смотрите, он с мальчиком каким-то общается. Это всем сгенерированной игрой. Но, как видите, он у нас не скучает. И друзья у него есть, с которыми он гуляет на улице. Вот, ну, в общем, по душам нужно поговорить Поли с Джаредом. Я думаю, что она вот даже вот по таким семейным делам, она даже ближе к отцу, к своему Джареду, нежели к Эйприлу. Потому что Эйприл слишком рано умерла. И она не знает ее, вот именно Поли, как мать, как жену. То есть, она не успела застать момент, когда Поли именно повзрослела. Обзавелась дочерью, когда она замуж вышла. То есть, она не знает этого всего. И поэтому, как бы, сейчас, наверное, очень хорошо, что все-таки Джаред пришел. И что именно с Джаредом наша Поли поговорит по душам. Вот, ну что ж, буду я, ребята, на этом заканчивать серию. Пожелаем нашей Поли поменьше токсикоза. Чтобы у нее было все хорошо со здоровьем. Вот, чтобы она вынулась из силы ребенка. Чтобы все было отлично. Я надеюсь, что так и будет. Вот, очень такой неожиданный и даже, можно сказать, злой сюрприз от командного центра. Ну, с одной стороны, я виновата. Но я не могла знать. Ребята, честное слово, я не знала, что когда я скачивала дополнительные файлы для беременности подростков, я не знала, что вместе с беременностью подростков скачается непонятная еще ерунда. Такая, как беременность от обычного в уху. Ну, вот так вот получилось. И этот маленький процент, этот небольшой шанс, он сыграл с нами шуточку такую. И наша Поли вот в таком вот возрасте стала беременной. Но, тем не менее, это кровность Текеленбург. Это шестое поколение. Вот, я уже, понимаете ли, тут мыслю о седьмом. Уже давно мои мысли о седьмом поколении, что Ролан, Уирис, у них дети будут. А тут еще Поли говорит, подожди, Юля, тут еще шестое не дородилось. Вот, не знаю, кого я хочу, почему-то мне хочется девочку. Я не знаю, почему, как бы с другой стороны у Поли есть Фиби, и с другой стороны надо ходить мальчика, но не знаю, мне почему-то хочется девочку и почему-то рыжую. Ну, наверное, потому что Фиби у нас все-таки была. Она южна, волосами похожа. Но я знаю одно, что я хочу, чтобы у ребенка были глазки, как у Поли, как у Эйприл, да, как у Блейка, как у Фиби. Вот, потому что уже три поколения подряд эти глазки передаются. Ну, посмотрим. В общем, вот такие вот у нас дела. Мэган идет у нас грустная. Мэган у нас мужа недавно потеряла. Кстати, мне вот написали в комментариях отличную идею. Спасибо, не помню имя, кто это написал. Вы помните, что она, кстати, наушники слушает. У нее в ушах наушники должны быть. Кто-то написал такую... Ну, у нее такие волосы, что не видно, наушники там или нет. Кто-то написал, что... Почему бы Мэган не взять на воспитание Сьюзан? Сьюзан – это дочка Брэда, Брэда Рейджа. Брэд Рейдж уже у нас очень пожилой. Я боюсь, что он вот-вот умрет, а его дочка еще не подросток. И Мэган, я думаю, что возьмет к себе этого ребенка. Ну, как бы Брэд с той девочкой переедут, потому что я в прошлой серии к ним тетю поселила. Ну, все-таки лучше, чтобы Мэган воспитывала эту девочку, возьмет ее к себе, потому что, как-никак, они все Рейджи. Вот, и, ну, это будет логично, что вот Мэган возьмет на воспитание эту девочку. Говорят, вы получили повышение, поздравляю. Так, а кто у нас получил повышение? Кого поздравлять? Я сейчас в таком шоке, что вообще ничего не соображаю. А у нас никто не получил повышение. Я не знаю, с чего это, тетя, с ума сошла. У нас в прошлой серии Нейтан получил повышение, а в этой серии, как бы, такого ничего не было. Она с опозданием нас поздравляет. Вот, так что Брэд и Сьюзен переедут к Мэган, и Мэган, как бы, возьмет на воспитание ребенка. Ну, просто будет смотреть, будет с ними жить Сьюзен, потому что Сьюзен тоже из династии Рейджи. И получилось так, что у этой девочки не осталось никого, кроме Мэган родственников. Ну, как бы, есть еще дальние наши родственники Стыкиленбурги по линии Марка, вот, но они еще дальше, чем Мэган. Поэтому, ну, как бы, самая ближайшая ее родственница, к сожалению, не к сожалению, но просто так получилось, что это был Том Рейдж. Вот, Том умер, и осталась его жена Мэган. Вот, так что теперь они переедут туда. Ну, что же, ребят, тогда буду я на этом заканчивать серию. Всем спасибо за внимание. Вот так получилось. Не кидайте в меня тапками. Я знаю, что было очень много недовольных, и очень многие писали. Хотя обычно, знаете, когда кто-то забеременеет, обычно всегда все радуются, так ждут ребенка. А здесь вот такая ситуация, что очень многие не рады. Я тоже сама не рада, потому что мы, как бы, перегораживаем этим самым путь для седьмого поколения. Мы тормозим седьмое поколение, и тормозим рождение ребенка Роллана и Ирис, когда его уже очень-очень ждали, что вот уже должно было все произойти. Но так получилось, эта судьба... Я люблю, когда, честно говоря, игра преподносит сюрпризы. Этот не очень приятный сюрприз, но, тем не менее, Поли удивила меня. Знаете, наверное, это вот самая моя такая большая неожиданность, которая вообще произошла за время династии, когда игра именно такой момент сделала, который перевернул многое с ног на голову. Ну, то есть, да, Поли заставила меня очень сильно удивиться. Поли, кстати, у нас на работу-то отправилась, да. Поли на работу отправилась, ну и все у нас дома сидят, живут обычной жизнью. Фиби у нас учится анализировать, пытается открыть новые предметы. Нейтан, наверное, книги свои пишет, думает... А, у нас на паузе игра стоит, а я думаю, что-то он задумался. Подумаю, что он задумался о чем-то. Ну да, наверное, задумался о карьере своей, о папе. Давайте ему дадим задание, чтобы он книгу писал. Что он у нас будет писать? Документальный роман. Я бы хотела, чтобы он писал что-то серьезное. Пусть пишет документальные романы какие-то. Вот такая вот ерунда происходит. Пока никто не знает. Посмотрим, насколько долго сможет это скрывать наше поле. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok